Мы в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Здесь находится кофейня МИН. Два месяца назад эта кофейня внедрила программу лояльности на базе Telegram BOTA. Мы работаем три года. За эти три года у нас появилась большая база постоянных гостей. Частенько у нас спрашивали, а почему у вас нет системы лояльности? Качество сервиса они оценивают, есть ли у этого заведения какая-то система лояльности. Почему именно Telegram BOT выбрали? Это быстрая регистрация. Этим приложением пользуются практически все наши гости. И это способ коммуникации. В первую очередь, да, в голову пришло именно Apple Wallet. Но нам показалось, что достаточно он уже устарел и малофункциональный. Не хватает, я думаю, именно работы напрямую с клиентской базой. Узнают они через бариста. Внимание каждого гостя они обращают на QR-код, который мы поставили перед кассой. Рассказывают, что у нас появилась система лояльности, что она очень быстрая, удобная и ненавязчивая. Да, очень удобная программа лояльности. Очень быстро можно пройти регистрацию и сразу же получить свои баллы. Telegram BOT отражает нашу главную ценность быть ближе к человеку. А сегодня мы в Естине. Это первый и самый известный винный бар в Казани. Они тоже решили попробовать программу лояльности на базе Telegram BOT. Да. Вина Барыстина существует с 2017 года. Изначально у нас была, так скажем, сделанная на коленках программа лояльности. Это скидка постоянным гостям. Мы выдавали какие-то карты, которые можно было проводить через Айк. В общем, никак это, по-моему, не регистрировалось. Учитывая то, что я безмерно люблю Telegram. Я подумал, что Telegram BOT — это ведь так здорово, это так нативно, так просто. Когда официант выносит меню, он сразу приносит нашу специальную карточку, где есть QR-код на Telegram BOT и рассказывает уже про условия. Получается, это нужно для того, чтобы клиент успел зарегистрироваться, и когда будет рассчитываться, у него уже все было готово. Да, конечно, чтобы в течение вечера он уже это сделал и к концу вечера рассказал нам свой код. Вообще классно изучать аудиторию своего заведения, классно понимать, как часто к тебе возвращаются гости. А он с 15 января раз в месяц будет всю базу анализировать, выявлять кормильцев, чемпионов, тех, кто давно не приходили. Прикольно, вот это классно, короче, да, здорово. Отлично работает дальше.